Апокалипсис Почему у ангелов нет тел? Ответы на детские вопросы в народной рубрике. Около трех тысяч человек приняло участие в крестном ходе, посвященном святым Кириллу и Мефодию. С этого события хабаровчане начали праздновать День славянской письменности и культуры. Шествие воздавили правящие архиереи и епископы Преамурской митрополии. Вместе с ними путь от Спаса Преображенского до Успенского собора проделали представители православной молодежи, воспитанники воскресных школ, военные кадеты, спортсмены. Закончился крестный ход молебном и гуляними на набережной Амура. Репортаж без комментариев. Кирилл и Мефодия создали славянскую азбуку. Те люди, которые создали кириллицу. Те люди, которые создали кирилл и гуляними на набережной азбуке. Те люди, которые создали кирилл и гуляними на набережной азбуке. Не тяжело идти? Нет, не тяжело, когда все вместе молимся, все легко. Состояние приподнятое. Дома-то один человек молится, а соборная молитва всегда доходит до Бога. Сильнее она молитва во много раз. Вместе мы сила. Так отдельно все по храмам молятся, а так вот собрались. Есть такая уникальная возможность собраться со всем прихожанам всех наших храмов города Хабаровска в одном месте, в один час. И вместе вот увидеться, пройтись и вместе помолиться соборно. Это очень важно. Мы полицейский класс. Для нас это важный праздник. Для всех. Чтобы люди, которые вокруг, видели, что вот есть такая вера, видели наши радостные лица. И как-то хотели бы приобщиться к нашей вере, к нашей традиции русской. Что увидели, что вот это все красиво, здорово, весело. О чем молите? О мире, о благе. Мы молились, допустим, о наследнике. Благополучие страны, православие, семьи, детей, конечно, в первую очередь. Чтобы Господь дал все то, что нужно. Дорогих владык, отцов и всех присутствующих, благодарю за участие в сегодняшнем праздничном богослужении и за участие в нашем крестном ходе, в этом молитвенном шествии по улицам нашего града. Пусть Господь, видя нашу сегодняшнюю общую молитву, преклонит милость свою, неизглаголимую и неисчерпаемую ко всем нам. Итак, если Божий, я исшит у надежды живота вечного, признасущий, достигну к обоим. Надывание мое. Благодарю тебя, Господа Веломея, синий, достойного причастника быть и причистого тела. Божьи святые, не подозрели в логе, все тебе славу ссылаем, солнце святым Богом. Спасибо большое. Очень много людей собрали для того, чтобы порадоваться и просто отдохнуть, погулять с семьями. Проложение этого праздника равнопостных пеподий Кирилла Училия-Славинского. ПЕСНЯ Даже он малой нравится, танцует, ходит. Очень нравится, все так красиво, все такие нарядные, жизнерадостные. И вообще, вы посмотрите, как красиво хорный парк и поет. Вы туда повернитесь. Их трудами пользуются и атеисты, и православные. День славянской письменности посвящен равнопостольным Кириллу и Мефодию. Святые, которых так почитают в России, были греками. Происходили из знатной семьи, имели блестящее образование. Так Кирилл знал 22 языка. Вместо того, чтобы сделать карьеру, братья отправились в чужие им страны. Создали азбуку и перевели с ее помощью Евангелие и апостол Псалтырь. Благодаря этому в Моравии, сейчас Тачехия, впервые стали совершаться богослужения на славянском языке. Плоды работы Кирилла и Мефодия пришли на Русь из Болгарии, когда святые уже скончались. Кирилл У храма, расположенного в здании бывшего кинотеатра, появится купол. Об этом было заявлено во время престольного праздника. Приход покрова Пресвятой Богородицы отметил память Иоанна Богослова. В честь этого апостола освящен малый предел церкви. Иоанн Богослов – это единственный ученик, который умер своей смертью. То есть всех других апостолов распяли, убили. Иоанн Богослов, он был с Иисусом Христом очень близок. Иоанн Богослов Иисуса Христа сопровождал до Голгофа. Его называют апостолом любви. Он заботился о Богородице до конца ее земной жизни. Воскрешал мертвых, изгонял бесов, исцелял больных. Его пытались отравить, бросали в котел с кипящим маслом, но Господь сохранял ему жизнь. Иоанн Богослов проповедовал на территории современной Турции. Однако чтят ученика Христа и в России, в том числе и в Хабаровске. Мы к нему обращались, и он нам помогал. Екатерина Игнатьевна Карасева помнит, как в 1994 году власти передали епархии здание бывшего кинотеатра «Мир». Женщина тогда являлась прихожанкой другого храма, однако решила с подружками приехать посмотреть. Здание было все разрушено, развалено, ничего здесь не было. Двери там не закрывались, нет ни батареи, ни окна все были побиты. Ни воды, ни света, ничего не было. Екатерина, с ней еще пять человек, засучили рукава, они стали расчищать, отмывать здание. Однако не только трудились. В той части, что является пределом апостола Иоанна Богослова, вместе со священником молились. Службы были, правда, короткие. Зимой в холодном здании долго не постоишь. Так мы зиму служили, 20 минут. Потом стали к нам приходить люди. Постепенно появились новые руки, стали поступать пожертвования. Сейчас сложно представить, что когда-то здесь царила разруха. В Покровском храме совершаются полноценные богослужения, кипит и приходская жизнь. Так в пределе Иоанна Богослова готовят людей к окрещению. Здесь дает концерты воскресная школа, проходят беседы со священниками, а еще действует библиотека. В ней около двух тысяч книг, начиная от житей святых, заканчивая художественной литературой. Я могу посоветовать, что взять, что почитать. Когда люди приходят к нам в храм, я всегда спрашиваю, как давно они воцерковлены, чтобы дать им именно ту книгу, которую они смогут понять. А когда же прихожанам общаться между собой? Люди находят поводы. В конце каждого поста какого-нибудь мы все собираемся. Очень дружно у нас, конечно, храм чистим. Подсвечники, по паникадилам. При этом мы общаемся, разговариваем, делимся какими-то своими проблемами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наш покровский храм – это очень теплый и домашний храм. Где бы я ни была бы, мои ноги ведут сюда. Я понимаю, что лучше покровского никакого храма нет. Самый теплый, самый солнечный, самый светлый. Скоро у покровского храма появится купол. На него уже начали собирать пожертвования. Внести свою лепту может каждый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы традиционно будем отвечать на детские вопросы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А почему ангелы невидимые? Вот, какой хороший вопрос. Почему ангелы невидимые? Как вы думаете? Они же не на земле, у них тела нету, которое мы все видим. Которое у нас есть тело? Да. Да, у них нет его. Хорошо. У них есть души. Да, то есть у них есть души, да, действительно. То есть у ангела есть дух, да? То есть ангел вот он есть такой, да? Почему у ангела нет тела? Дело в том, что боженька дал тело только человеку. И самое главное, чем человек отличается от ангела, что ангел – это служебный дух, то есть тот, кто служит Богу, прислуживает, да, помогает ему. Но только человек может быть таким, как Бог. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И боженька дал человеку тело, чтобы мы с помощью этого тела, с помощью наших рук, к примеру, да, научились делать добрые дела. Чтобы мы сами были такими, как Господь. Чтобы были очень похожи на Него. Да, чтобы мы помогали другим людям, да, чтобы мы служили другим людям. Своими руками, да, чтобы давали милостыню, к примеру, своими руками. Боженька дал нам ножки, чтобы мы на этих ножках приходили в храм. Да, вот. Боженька дал нам сердце для того, чтобы мы любили. Чтобы мы любили, да. А ангелы – они только служебные духи. То, что им боженька дает, какое задание, какое послушание, то они и делают. А человеку боженька дал свободу, да, и дал ему вот такое некое творческое начало. К примеру, боженька дал человеку возможность рождать детей. Да, смотрите. Боженька, вот, когда люди рождают детей, да, вот, к примеру, я, я муж, да, я папа. У меня есть моя жена. И вот, когда мы полюбили с моей супругой друг друга, да, у нас родилась Варвара, родилась Иоанна. И мы воспитываем их, да, и когда мы их воспитываем, мы становимся похожими на Бога. Ведь боженька тоже воспитывает человека, да. И вот боженька дает человеку такое право, такую возможность, вот, такую милость дает, чтобы сами родители поняли, каково Богу с нами. Когда мы, к примеру, сталкиваемся с трудностями, да, к примеру, воспитания своих детей, когда мы видим, к примеру, да, что наши детки бывают непослушными, да, бывают лукавыми, то есть лукавят, обманут, говорят неправду. Мы начинаем понимать, каково боженьки с нами, грешными. И мы, как бы, понимаем, что нам в нашей жизни нужно исправляться. Ведь я, допустим, хочу, чтобы мой ребенок, да, чтобы он, там, что-то себе исправлял, да, чтобы становился лучше, да, чтобы какие-то плохие поступки не совершал. И когда я требую это от своего ребенка, да, когда прошу, чтобы ребеночек так не делал, вот то же самое нужно делать и мне самому. Родительство – это великая тайна, это такая великая радость такая. И вот боженька с нами, с людьми, вот такой радостью поделилась. Для Господа самое дорогое на земле – это что? Это кто? Кто? Это человек. И вот боженька так доверяет нам, что дает нам своих, буквально, своих людей, да, дает детей, чтобы мы их воспитали, чтобы мы вложили в нее все самое доброе, самое лучшее, самое светлое. Почему в храме нельзя кричать? Почему в храме нельзя кричать, как вы думаете? Мы тебя наругают. Кто-то тебя наругают, да? А почему, а почему могут наругать в храме? Не то, чтобы наругать, но сделать замечание. Когда ты говоришь громко, ты мешаешь молитвам. Вот, правильно, абсолютно правильно, то есть все гораздо проще, да? То есть когда мы в храме громко разговариваем, там, как-то, допустим, бегаем, мешаем кому-то, да, то есть мы людей отвлекаем от молитвы, потому что люди, которые приходят в храм, они на самом деле, они очень устали, да, от этой жизни, скажем так, в этой жизни, потому что много всяких испытаний, много всяких трудностей. И когда они приходят в храм, они хотят побыть здесь в тишине, да, чтобы поговорить с Господом. Поэтому в храме нужно сохранять, да, благоговение. Почему в храме нельзя прыгать? Ну, смотрите, то есть мы уже сказали, да, то есть в храме лучше не бегать, лучше не прыгать и лучше громко не говорить в храме, да? Почему? Потому что тем самым мы отвлекаем взрослых людей от молитвы, да? То есть можно бегать и прыгать до храма, то есть можно прийти, когда к храму подходишь, можно перед храмом сделать, допустим, вокруг храма 50 кругов, поприседать, попрыгать. Откуда взялись звери? Откуда взялись звери? Такой вопросик. Зверей сотворил Господь. А как вы думаете, ребята, а для чего Боженька сотворил зверей, животных? Для чего? Для того, чтобы они жили. Да, чтобы они жили. Это очень правильно, смотрите, Боженька же он, да, он есть начальник жизни, да, он есть податель жизни. И он захотел эту жизнь дать еще своим творениям. А еще для чего, как вы думаете? Для чего? Для пищи. Для пищи, молодец. Но так было не с самого начала. С самого начала, на самом деле, люди были травоядные. Травоядные. То есть они кушали только растения, да. Но когда люди согрешили, отпали от Господа, да. Когда произошел потоп, после потопа Боженька благословил людям вкушать в пищу животных. Вот здесь такие люди, и многие из вас знают их, они называются монахи. Вот они на себя берут такой обед, не кушать животных, да, не кушать мясо, да. То есть это такая сложная задача, но очень радостная. Для того, чтобы всегда быть с Богом, для того, чтобы всегда как-то вот, чтобы тело было легким, чтобы больше было сил на молитву. Вот. Но кушать животных Боженька благословил, а то, что Бог благословил, то можно. То есть, да, и поэтому люди могут кушать мясо, да, вот, могут кушать, то есть в этом греха нет. А еще я добавлю, да, для чего Боженька создал животных. Для того, чтобы мы, глядя на этот животный мир прекрасный, чтобы мы хворили Бога, чтобы мы видели, насколько Боженька велик. Есть и птицы, да, есть и те, кто плавают в воде, рыбы, да, есть те, кто бегают по суше, да. То есть вот везде, везде, везде животный мир, то есть все наполняет жизнью, да, вот. А еще, чтобы мы видели, насколько Господь вот такой вот, да, как много у Него мудрости. Мудрые священники говорят, что у Господа есть чувство юмора. Давайте посмотрим на жирафов. Вот у жирафа, у него что, какая его главная особенность? У него очень длинная шея, да, очень длинная шея. Жираф может кушать самых верхних, самых верхних листочков кроны, да, деревьев, да, вот. Или посмотреть на бегемота. Бегемот. Он толстый, большой такой, большой, большое лицо такое смешное у него, да. Вот, да. И когда мы смотрим на бегемота, он говорит, ну нельзя не улыбаться. То есть у Боженьки есть чувство юмора. Дорогие друзья, наша детская беседа подошла к концу. Благодарим наших замечательных детей за такие интересные вопросы.